Глава 19. Величие Бхарата Варши Сонмы Гандхарвов день и ночь поют хвалу Господу Рамачандре, и звуки этих песен несут огромное благо каждому. Хануманджи и Арштишена, правитель Кимпуруша Ваши, неустанно преклоняют слух к этим гимнам. Сам же Хануманд возносит Господу следующие молитвы. О Господь, я произношу Мкару, биджамантру, чтобы доставить Тебе удовольствие. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, Верховной Личностью, Величайшим из Великих. Ты – вместилище всех возвышенных качеств Арии, совершенных людей. Твой нрав и твои деяния безупречны, и ты всегда владеешь своими чувствами и умом. Играя роль человека, своим безукоризненным поведением ты показываешь пример другим. Подобно пробному камню, которым определяют качество золота, ты являешься мерилом всех добродетелей человека. Тебе поклоняются лучшие из преданных, брахманы. О, Верховная Личность, Царь всех царей, я выражаю тебе свое глубочайшее почтение. Постичь Господа, чье духовное тело Садчатананда Виграха не подвластно гунам материальной природы, можно только с помощью чистого сознания. Веданта называет Господа единственным и неповторимым. Он обладает безграничным духовным могуществом, и потому материальная скверна не может коснуться его. Господа невозможно увидеть материальными глазами, поэтому его называют трансцендентным. Он не причастен к материальной деятельности и не имеет материального тела или материального имени. Созерцать его божественный облик способен только тот, кто обладает чистым сознанием, сознанием Кришны. Давайте же с глубоким почтением склонимся к священным лотосным стопам Господа Рамачандры. И пусть эти стопы навеки станут нашим прибежищем. Некогда жил на свете предводитель Ракшасов Равана, которого не могло убить ни одно существо, кроме человека. Поэтому Господь Рамачандра, верховная личность Бога, пришел на землю в человеческом облике. Помимо расправы над Раваной, у Господа Рамачандры была еще одна цель. Он намеревался показать обыкновенным смертным, что тот, кто ищет счастье в семейной жизни и интимных отношениях с женой, обрекает себя на бесчисленные страдания. Верховный Господь самодостаточен и не подвержен скорби. Так чем же еще объяснить то, что он прошел через столько испытаний, когда Равана похитил Ситудеви? Будучи верховной личностью Бога, Васудевой, Шри Рамачандра чужд любых мирских привязанностей. Он – сверхдуша, лучший друг и высший объект любви всех осознавших себя душ. Господь Рамачандра – полноправный владыка всех совершенств, поэтому не может быть и речи о том, чтобы он страдал от разлуки с женой, или о том, чтобы он отверг ее и своего младшего брата Лакшману. Такое было бы просто немыслимо. Невозможно стать другом Верховного Господа, Рамачандры, просто благодаря своим мирским достоинствам, таким как знатное происхождение, красивая внешность, красноречие, проницательный ум или принадлежность к высокоразвитой расе. Ни одно из этих достоинств не привлекает Господа. А иначе, как объяснить, что Шри Рамачандра признал своими друзьями нас, простых лесных жителей, которые не отличаются ни красотой, ни знатным происхождением, ни умением изящно говорить? Поэтому каждый, будь то полубог или демон, человек или любое другое существо, должен поклоняться Верховному Господу, Рамачандре, который приходит на землю в облике человека. Тому, кто поклоняется Верховной Личности Бога, нет нужды предаваться суровой аскезе, ибо Господь принимает от Своего преданного любую, даже самую незначительную услугу. Удовлетворив Господа Своим служением, преданные достигают высшей цели жизни. Именно так, по милости Шри Рамачандры, все его преданные, жители Айодхи, вернулись домой к Богу на Ваикудху. Шукадева Госвами продолжал. Непостижимо величие Верховного Господа. Всегда благосклонный к своим преданным, он пожелал дать им истинное знание, научить заповедям религии и показать, как развить в себе отрешенность, обрести духовную силу, научиться владеть своими чувствами и избавиться от ложного эго. С этой целью он воплотился на земле Бхарата Варши, в Бадари Кашрами, в облике Нары Нарайны. Господь Нары Нарайна обладает невиданными духовными совершенствами и будет предаваться аскезе до конца нынешней эпохи. Так он указывает людям путь духовного самопознания. В своей книге под названием «Нарада Панчаратра» великий мудрец Бхагаван Нарада очень подробно объяснил, как с помощью практики санхи и мистической йоги достичь высшей цели жизни, преданности Всевышнему. Кроме того, он поведал о величии Верховного Господа. Основные идеи этого трансцендентного произведения Нарада изложил Саварни Ману, чтобы те жители Бхарата Варши, которые строго следуют предписаниям Варна Ашрамы Дхармы, узнали, как возвыситься до преданного служения Господу. Вместе с жителями Бхарата Варши Нарада Муни неустанно служат Наре Нарайне, прославляя Господа такими словами. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед величайшим из святых, Нарой Нарайне, Верховной Личностью Бога. Он в совершенстве владеет своими чувствами и до конца постиг свою духовную природу. Он свободен от тщеславия и он достояние тех, у кого нет никакой материальной собственности. Он – духовный наставник всех парамахамс, самых возвышенных представителей рода человеческого. И он – господин осознавших себя душ. Я снова и снова склоняюсь к его лотосным стопам». А еще могущественный святой Нарада, поклоняясь Наре Нарайне, возносит такие молитвы. Это доступное взору мироздания создается, поддерживается и уничтожается по воле Верховной Личности Бога. И тем не менее, Господь нисколько не гордится своим положением. Глупцам может казаться, что Господь, подобно нам, воплощается в материальном теле, но на самом деле Он не подвержен голоду, жажде, усталости и прочим телесным страданиям. Он – свидетель, который видит все, однако его зрение не оскверняется материальными качествами, наблюдаемых им объектом. Я в глубоком почтении склоняюсь перед высшей душой, Господом, который видит все, что происходит в его творении, но при этом всегда остается отрешенным и сохраняет свою чистоту. О мой Господь! О владыка всех мистических способностей! Брахма Хиранья Гарбхан, в совершенстве познавший свою духовную природу, объяснил суть практики йоги так. В момент смерти йог должен сосредоточить ум на твоих лотосных стопах и покинуть материальное тело, отбросив все привязанности к нему. Это и есть совершенство йоги. Обычно люди с мирским складом ума очень привязаны к разного рода благам, приносящим наслаждение их телу, к тем, которые у них есть сейчас, и к тем, которые они рассчитывают обрести в будущем. Поэтому они непрестанно думают о своей жене, детях, имуществе и боятся покинуть свое заполненное нечистотами тело. Если тот, кто идет путем сознания Кришны, тоже боится покидать тело, тогда зачем он, спрашивается, трудился, изучая шастры? Такой человек лишь впустую потратил время. Так помоги же нам, о трансцендентный Господь, надели нас способностью идти путем бхакти-йоги, чтобы мы смогли обуздать свой неугомонный ум и сосредоточить его на Тебе. Всех нас одолела Твоя иллюзорная энергия. Мы очень дорожим своим полным нечистот телом и всем, что связано с ним. Преданное служение Тебе – единственный способ избавиться от этой привязанности. Вот почему мы молим Тебя об этом благословении. Шукадева Госвами продолжал. «Бхарата Варши, так же, как и Велаври Таварши, много гор и рек. Там возвышаются такие горы, как Малая, Мангала Прастха, Майнака, Трикута, Ришабха, Кутака, Каллака, Сахья, Девагири, Ришямука, Шришайла, Венката, Махендра, Веретхара, Виндхья, Шуктиман, Рикшагири, Париятра, Дрона, Читракута, Гавартхана, Райватака, Какупха, Нила, Гукамукха, Индракила и Камагири». Кроме них, в Бхаратаварше есть и много других гор, со склонов которых текут бесчисленные большие и малые реки. Из этих рек две, Брахмапутра и Шона, называются Надами, главными реками. Среди других крупных рек особенно известны Чандраваса, Тамропарни, Авадота, Критамала, Вайхаяси, Кавери, Вени, Паясвини, Шаркараварта, Тунгабхадра, Кришновения, Пхимарадхи, Гадавари, Нирвиндхья, Паёшни, Тапи, Рева, Сураса, Нормада, Чарманвати, Синдху, Маханади, Ведасмрити, Ришикулья, Трисама, Каушики, Мандакини, Емуна, Сарасвати, Дриштадвати, Гомати, Сараю, Радхасвати, Саптавати, Сушома, Шатадру, Чандрабхага, Марудвритха, Витаса, Асикни и Вишва. Эти реки очищают от материальной скверны жителей Бхаратаварши, когда те омываются в них, прикасаются к их воде, произносят мантры, содержащие их названия, или даже просто помнят об этих реках. Так, благодаря этим рекам, все жители Бхаратаварши сохраняют свою чистоту. Люди, родившиеся на этой земле, делятся на разные категории, сообразно влиянию на них гун материальной природы, благости, сатвагуны, страсти, раджагуны и невежества, тамагуны. Одни из них рождаются с возвышенными качествами, другие ничем особым не выделяются, а третьи от рождения обладают отвратительными пороками. Так происходит потому, что, рождаясь, каждый оказывается именно в том положении, которое заслужил своими прошлыми поступками. Если человек при помощи истинного духовного учителя определит свое положение в системе четырех сословий – брахманов, кшатариев, вайшев и шудр – и четырех укладов духовной жизни – брамачарьи, грехастхи, ванапрастхи и саньяси – и научится должным образом служить Господу Вишну, следуя предписаниям этой системы, тогда его жизнь непременно увенчается успехом. Когда спустя много жизней плоды благочестивых поступков человека созревают, он получает возможность общаться с чистыми преданными. Такой человек способен разрубить узел невежества в своем сердце, возникший под влиянием разнообразной кармической деятельности. Общаясь с преданными, он постепенно начинает служить Господу Восудеве, которого невозможно постичь умом или описать словами, который свободен от привязанности к материальному миру и совершенно независим. Бхакти-йога или преданное служение Господу Восудеве – это истинный путь к освобождению. Полубоги, жители райских планет, зная, что человеческая форма жизни наилучшим образом подходит для духовного самопознания, говорят, какая огромная удача выпала людям, родившимся в Бхаратаварше. Нет сомнений, что в прошлых жизнях они совершали много аскетических подвигов и других благочестивых поступков, или даже добились благосклонности самого Верховного Господа. Иначе как еще объяснить, что теперь они могут заниматься самыми разными видами преданного служения? Мы, полубоги, можем лишь мечтать родиться людьми в Бхаратаварше, чтобы преданно служить Господу, тогда как ее жители уже достигли этой цели. Полубоги продолжают. Мы потратили столько сил, совершая ведические обряды и жертвоприношения, подвергая себя аскезе, исполняя священные обеты, раздавая милостыню, и вот, наконец, мы получили право родиться на райских планетах. Но какой в этом смысл? Живя в раю, мы погрязли в мирских удовольствиях и едва ли способны помнить Господа на рай. По правде говоря, из-за чрезмерных чувственных наслаждений мы совсем забыли его лотосные стопы. Короткая жизнь в Бхаратаварше ценнее многих миллионов лет, прожитых на Брахмалоке. Ведь даже поднявшись на Брахмалоку, душа будет вынуждена вернуться в круговорот рождения и смерти. Хотя в Бхаратаварше, которая не относится к высшим планетам, человек живет совсем недолго, он может всего за одну жизнь в полной мере развить в себе сознание Кришны и достичь высшего совершенства, всецело посвятив себя служению лотосным стопам Господа. Покинув это тело, такая душа вознесется на Вайкунтхалоку, где нет никаких тревог и где никто не рождается в материальном мире. Разумный человек не стремится попасть даже на высшую планету Вселенной, если там не текут благодатные реки повествований о чистых, как воды Ганги, деяниях Верховного Господа, если там нет преданных, которые служат Господу на берегах этих рек, если там не проводятся ради удовлетворения Господа празднества, Санкиртаной Ягии, особенно рекомендованные для нынешней эпохи. В Бхарата Варши есть все условия для того, чтобы посвятить себя преданному служению, которое избавляет человека от последствий его занятий кармой и гьяной. Тот, кто родился на земле Бхарата Варши в человеческом теле, наделенном развитыми органами чувств и таким образом получил возможность совершать Санкиртаной Ягию, но, несмотря на это, не встает на путь преданного служения, подобен диким зверям и птицам, которые, однажды вырвавшись из охотничьих сетей, по неосторожности вновь попадают в них. В Бхарата Варши, Индии, многие поклоняются полубогам, наместникам Верховного Господа, таким как Индра, Чандра и Сурья. Для каждого из полубогов существует свой особый ритуал поклонения. Поднося полубогам жертвенные дары, люди считают каждого из них частью тела Верховной Личности Бога. Поэтому Верховный Господь сам принимает эти подношения и, исполняя желания таких людей, помогает им постепенно возвыситься до настоящего пренанного служения Ему. Господь самодостаточен, поэтому даже тем, кто поклоняется лишь той или иной части Его трансцендентного тела, Он дарует все желаемое. Верховный Господь исполняет материальные желания преданного, если тот просит Его об этом. Однако, Он никогда не дает преданному таких благословений, которые заставили бы Его вновь обращаться к Господу с мирскими просьбами. Но при этом, Господь всегда готов даровать преданному прибежище у своих лотосных стоп, даже если сам преданный и не ищет этого прибежища. Укрывшись под сенью стоп Господа, преданный чувствует, что все Его желания исполнились. Такова особая милость Верховной Личности Бога. В прошлых жизнях мы, несомненно, были праведниками, изучали веды, совершали яги и другие и религиозные обряды, за что и получили право жить сейчас в раю. Но настанет день, и наша жизнь здесь подойдет к концу. Поэтому мы молим Господа, если к тому времени у нас останется хоть немного благочестия, позволить нам снова родиться в Бхаратаварше людьми, способными помнить Его лотосные стопы. Господь столь милостив, что Сам нисходит на землю Бхаратаварше, приумножая счастье ее жителей. Шришука Дева Госвами сказал, «О царь! По мнению некоторых знатоков Вет, вокруг Джамбудвипы расположено восемь небольших островов. Они возникли, когда сыновья Махараджи Сагары в поисках пропавшего жертвенного коня перекопали всю землю. Эти восемь островов называются Сварнапрастха, Чандрашукла, Авартана, Раманака, Мандарахарина, Панчаджанья, Симхала и Ланка». Итак, у лучшей из потомков Махараджи Бхараты, я поведал тебе то, что слышал от своих наставников о Бхаратаварше и других областях Джамбудвипы. Глава двадцатая Устройство Вселенной Великий мудрец Ашукадева Гасвами сказал, «А теперь я расскажу о шести островах, начиная с Плакши. Я назову их размеры и опишу, как они выглядят и чем отличаются друг от друга». Вокруг горы Сумеру простирается Джамбудвипа, которую окружает Соленый океан. Ширина Джамбудвипы сто тысяч йоджин, один миллион триста тысяч километров, и точно такая же ширина Соленого океана. Подобно крепостному рву, который окружен полосой леса, океан, опоясывающий Джамбудвипу, в свою очередь окружен островом Плакши. Плакши-двипа вдвое шире Соленого океана. Ее ширина составляет двести тысяч йоджин, два миллиона шестьсот тысяч километров. На Плакши-двипе есть дерево, сверкающее словно золото. По высоте оно такое же, как и дерево Джамбу, что растет на Джамбудвипе. Из его ствола у основания вырываются семь языков пламени. Это дерево Плакша, в честь которого весь остров называется Плакшадвипа. Правителем Плакшадвипы был Итхмаджихва, один из сыновей Махараджи Приявраты. Он разделил Плакшадвипу на семь областей, назвал их именами своих семи сыновей и дал каждому сыну по области во владение, а затем отошел от мирской жизни, чтобы посвятить себя преданному служению Господу. С тех пор семь областей Плакшадвипы носят имена семерых сыновей Махараджи и Итхмаджихвы. Шива, Яваса, Субхадра, Шанта, Кшема, Амрита и Абхая. В каждой из них есть гора и река. Семь гор это Маникута, Ваджракута, Индрасена, Джиотишман, Супарна, Хираньяштихва и Мекхмала. А семь рек Арумда, Нримна, Ангераси, Савитри, Супрабхата, Ритамбхара и Сатьямбхара. Омывшись в этих реках или даже просто прикоснувшись к их воде, человек сразу очищается от скверно-материального бытия. Через такое очищение проходят все жители Плакшадвипы, которые делятся на четыре сословия Хамсы, Патанги, Утхваяны и Сатьяны. Все они прекрасны, словно небожители, живут тысячу лет и зачинают детей так, как это принято у полубогов. В совершенстве, исполняя описанные в видах религиозные обряды и поклоняясь верховной личности Бога в образе Бога Солнца, они в следующей жизни попадают на Солнце, которое относится к райским планетам. Вот молитва, которую произносят обитатели Плакшадвипы, поклоняясь верховному Господу. Пусть же нам дарует свое покровительство Бог Солнца, который суть проявления верховной личности Бога, Господа Вишну, старейшего из всех существ и бесконечно расширяющего свои возможности. Вишну – это единственный Бог, достойный поклонения. Он – олицетворение Вед, он – сама религия и он – источник всех желанных и нежеланных последствий деятельности. О, царь! Обитатели Плакшадвипы и следующих за ней островов живут очень долго и обладают хорошо развитыми органами чувств. Всех их природа щедро наделила физической силой, выносливостью, храбростью, силой духа и разума. Плакшадвипу окружает равный ей по ширине океан сока сахарного тростника. Этот океан окружен другим островом – Шалмалидвипой, который вдвое шире Плакшадвипы. Его ширина – 400 тысяч йоджин или 5 миллионов 200 тысяч километров. А вокруг Шалмалидвипы раскинулся равный ей по ширине океан хмельного напитка, называемый Сурасагара. На Шалмалидвипе растет дерево Шалмали, от которого произошло название острова. Это дерево по толщине и высоте такое же, как и дерево Плакша. Его толщина – 100 йоджин, а высота – 1100 йоджин. Сведущие люди говорят, что на этом гигантском дереве обитает царь птиц Гаруда, который носит на себе Господа Вишну. Сидя на этом дереве, Гаруда возносит Господу молитвы, состоящие из ведических гимнов. Правитель Шалмалидвипы Яги Абаху, сын Махараджи Приябраты, разделил остров на 7 областей и дал их во владение своим семерым сыновьям – Сурачани, Сауманасье, Рамнаки, Деваварше, Парибхадри, Абьяни и Авигяти. Эти 7 областей были названы каждая в честь своего правителя. В тех семи землях возвышаются семь гор Свараса, Шаташринга, Вамадева, Кунда, Мухунда, Пушпаварша и Сахасрашрути. И текут семь рек Анумати, Синевали, Сарасвати, Куху, Раджани, Нанда и Рака. Эти горы и реки существуют и поныне. Жители этих областей Штутадхары, Видьядхары, Васундхары и Ишандхары неукоснительно выполняют предписание Варнашрамы Дхармы и поклоняются верховной личности Бога в образе Сомы, Бога Луны. Поклоняясь Богу Луны, обитатели Шалмалитвипы произносят следующую молитву. Своими лучами Бог Луны разделил календарный месяц на две половины Шуклу и Кришну, во время которых люди приносят в жертву зерно полубогам и питам. Бог Луны устанавливает отсчет времени и властвует над всей Вселенной. Поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед Ним и молим Его всегда править нами и оказывать нам покровительство. Вокруг океана хмельного напитка расположен следующий остров Кушадвипа, ширина которого 800 тысяч йоджин или 10 миллионов 400 тысяч километров и он вдвое превосходит этот океан. Так же, как и Шалмалитвипу, Кушадвипу окружает равный ей по ширине океан океан топленого масла. Кушадвипа покрыта зарослями травы Куша, от которой и произошло название острова. Эта трава, сотворенная полубогами по воле Верховного Господа, напоминает языки пламени, которые, однако, не обжигают, а наоборот, создают приятную прохладу. Молодые побеги травы Куша своим сиянием озаряют все стороны горизонта. Правителем этого острова был другой сын Махараджи Приавраты, царь Хираньерета. Разделив остров на семь областей, он передал их по наследству своим семерым сыновьям, а сам оставил семейную жизнь и посвятил себя подвижничеству. Его сыновей звали Васу, Васудана, Дритхаручи, Стутьяврата, Набхигупта, Вивикта и Вамадева. Эти семь областей отделены друг от друга семью горами. Вот название этих гор. Чакра, Чатухшринга, Капила, Четракута, Деваника, Уртхворома и Дравина. Кроме того, там текут семь рек Расакулья, Матхукулья, Митравинда, Шрутовинда, Дева Гарбха, Гритачюта и Мантрамала. Жители Кушадвипы делятся на четыре сословия Кушалы, Ковиды, Абхиюкты и Кулаки. Это соответствует делению на брахманов, Кшадриев, Вайшев и Шудр. Все они омываются в водах текущих там рек и тем самым очищаются от скверных греха. Искусно совершая предписанные ведами обряды, они поклоняются Верховному Господу в образе Бога Огня. Поклоняясь Богу Огня, жители Кушадвипы возносят ему такую молитву. О, Владыка Огня, ты часть тела Верховной Личности Бога, Хари. Ты передаешь Всевышнему все, что приносит ему в жертву. Так возьми же все жертвенные дары, которые мы подносим полубогам и вручи их истинному наслаждающемуся Верховному Господу. Вокруг океана топленого масла располагается следующий остров Краун Чадвипа. Ширина его 1 миллион 600 тысяч йоджин или 20 миллионов 800 тысяч километров и он вдвое превышает ширину этого океана. Подобно тому, как Кушадвипа окружена океаном топленого масла, Краун Чадвипу окружает равный ей по ширине молочный океан. На Краун Чадвипе есть огромная гора Краун Ча, от которой пошло название острова. Однажды доблестный Картикея осадил гору Краун Ча и своим могучим оружием уничтожил все деревья и травы, росшие на ее склонах, но сама гора при этом не пострадала. Жители этого острова не ведают страха, ибо его омывают волны молочного океана и надежно защищает сам Варуна Дева. Правителем Краун Чадвипы был сын Махараджи Приавраты по имени Кхрита Приштха, который славился своей ученостью. Как и его братья, он поделил остров между своими семью сыновьями. Каждой из семи областей он присвоил имя сына, ставшего ее правителем. После этого Махараджа Кхрита Приштха полностью отрекся от семейной жизни. Найдя прибежище у лотосных стоп высшей души, Господа, в полной мере обладающего всеми добродетелями, он достиг совершенства. Вот имена сыновей махараджи Кхрита Приштхи Ама, Матхуруха, Мекха Приштха, Судама, Пхараджиштха, Лахитарна и Ванаспати. На острове, которым они правят, есть семь гор, служащие границами семи областей, а также семь рек. Эти горы носят названия Шукла, Вартхамана, Пхаджана, Хупабахрина, Нанда, Нандана и Сарватопхадара. Ареки, Абхая, Амри-Таукха, Арияка, Тиртхавати, Рупавати, Паритравати и Шукла. Жители Краунчадвипы делятся на четыре сословия Пуруши, Ришапхи, Дравины и Дэваки. Они поклоняются Верховной Личности Бога в образе Варуны, полубога, чье тело целиком состоит из воды. Сложенными ладонями они зачерпывают воду из тех священных рек и преподносят ее владыке вод. Вот молитва, которую повторяют жители Краунчадвипы. О, воды священных рек, неся в себе энергию Верховной Личности Бога, Вы очищаете все три мира Пхулоку, Пхуварлоку и Сварлоку. Природа Ваша такова, что Вы смываете все грехи, поэтому мы стремимся прикоснуться к Вам. так будьте милостивы к нам и продолжайте очищать нас. Вокруг молочного океана расположен еще один остров Шак-Адвипа, ширина которого 3 миллиона 200 тысяч йоджин, 41 миллион 600 тысяч километров и который в свою очередь окружен равным ему по ширине океаном пахты. На Шак-Адвипе растет огромное дерево Шака, от которого остров берет свое название. Это дерево наполняет все вокруг дивным благоуханием. Этим островом правил еще один сын приавраты Махараджа Метхатитхи. Он тоже разделил свои владения на семь областей, поручил править ими своим семи сыновьям и назвал эти области именами сыновей Пураджава, Манаджава, Павамана, Тхумраника, Читрарепха, Бахурупа и Вишватхара. После этого Метхатитхи отошел от мирских дел и, стремясь сосредоточить ум на лотосных стопах верховной личности Бога, удалился в лес, где ничто не мешало ему целиком посвятить себя медитацией. В тех семи областях тоже есть семь гор, вдоль которых проходят границы областей. Эти горы называются Ишана, Урушринга, Балабхадра, Шатакисара, Сахас-Расрота, Девапала и Маханаса. Там обитатели обитатели областей тоже делятся на четыре сословия Ритавратов, Сатьявратов, Данавратов и Анувратов, соответствующие брахманам, кшатриям, Вайшим и Шутрам. Они практикуют пранаяму и, войдя в мистический транс, поклоняются Верховному Господу в образе полубога Ваю. Вот молитва, которую повторяют обитатели Шакадвипы, поклоняясь Верховному Господу в образе Ваю. О, Верховная Личность, ты пребываешь в каждом теле как сверхдуша и направляешь движение всех внутренних потоках воздуха, праны, опаны и так далее, тем самым поддерживая жизнь всех существ. О, Господь, о, сверхдуша каждого, о, Владыка Вселенной ты повелеваешь всем сущим, так огради же нас от всех опасностей. За океаном Пахты находится еще один остров Пушкара-Двипа. Он вдвое шире океана Пахты. Ширина Пушкара-Двипы 6 миллионов 400 тысяч йоджин или 83 миллиона 200 тысяч километров. Его опоясывает равный ему по ширине океан пресный, очень приятный на вкус воды. На Пушкара-Двипе растет исполинский лотос, у которого 100 миллионов лепестков, состоящих из чистого золота и сверкающих подобно языкам пламени. На этом лотосе восседает Господь Прахма, которого иногда называют Пхагаваном, ибо он самое могущественное живое существо во Вселенной. Посреди этого острова возвышается огромная кольцеобразная гора Монасаттара, которая делит его на две части, внешнюю и внутреннюю. Ее ширина, так же как и высота, равна 10 тысяч йоджин 130 тысяч километров. На этой горе с четырех сторон расположены обители четырех полубогов, в том числе Индры. Вдоль вершины этой горы, по орбите, называемой Самвацара, в колеснице Бога Солнца движется само Солнце. Оно обходит вокруг горы Меру, и когда его путь пролегает по северной части Вселенной, он называется Уттараяна, а когда по южной Дакшинаяна. Для полубогов одна половина солнечного пути это день, а другая ночь. Этим островом правил сын Махараджи Приявраты по имени Витихотра. У него было два сына Раманако и Тхатаки. Отдав каждому из них во владение одну из сторон острова, Витихотра, так же, как и его старший брат Митхатитхи, посвятил себя служению Богу, Верховной Личности. Обитатели этого острова поклоняются Верховной Личности Бога в образе Господа Брахмы. Прося Господа исполнить их материальные желания, они возносят ему такую молитву. Господа Брахму называют Карма Майи олицетворением ведических обрядов, потому что совершая их можно достичь положения Брахмы, а так же потому, что от него исходят все ведические ритуальные гимны. Он всецело предан Богу, Верховной Личности, и поэтому в каком-то смысле не отличен от него. Однако не следует поклоняться Брахме так, как это делают манисты. Необходимо сознавать разницу между ним и Всевышним. Человек должен всегда оставаться слугой Верховного Господа, который является высшим объектом поклонения. Поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед Господом Брахмой, ком воплотилось все ведическое знание. Шукадева Госвами продолжал. А еще дальше за Пресным океаном высится гигантская кольцеобразная гора Лока-Лока. Она отделяет земли, освещенные Солнцем, от тех, где царит мрак. Сразу за Пресным океаном лежит земля, равная по ширине расстоянию от центра основания Сумеру до подножия Моносаттары. На той земле обитает много живых существ, а за ней вплоть до подножия Лока-Локи простирается другая земля, состоящая из чистого золота. Ее сверкающая поверхность отражает свет, подобно зеркалу, так что любой упавший на нее предмет навсегда пропадает из виду. Поэтому все живые существа давно покинули эту золотую землю. Огромная гора Лока-Алока получила такое название потому, что по одну сторону от нее находятся обитаемые миры, а по другую необитаемые. Созданная по высшей воле Кришны, гора Лука-Алока служит внешней границей трех миров и преграждает путь солнечным лучам, не давая им рассеиваться по всей вселенной. Все светила от солнца и до Тху-Вар-Локи могут освещать три мира только в пределах установленных этой горой. Она необычайно высока, даже вышит у Вар-Локи, поэтому лучи светил никогда не выходят за образованные ею стены. Так великие мудрецы, свободные от ошибок, иллюзий и склонности обманывать, описали планетные системы Вселенной, указав их отличительные признаки, размеры и местоположения. После тщательного изучения они установили, что расстояние между Сумеру и Лока-Алокой равняется одной четверти диаметра Вселенной, то есть 125 миллионов йоджин, 1 миллиард 625 миллионов километров. На вершине горы Лока-Алока с каждой из четырех сторон света стоят четыре величественных слона, гаджапатти. Их место определил господь Брахма, высший духовный учитель Вселенной. Эти слоны носят имена Решапха, Пушкара-чуда, Вамана и Апараджита. Они поддерживают все планетные системы Вселенной. Богу Верховной Личности принадлежат все богатства мироздания. Он Богаван, владыка духовного мира и сверх душа в сердце каждого. Повинуясь его воле, полубоги во главе с Царем Небес Индрой следят за порядком в материальном мире. Чтобы даровать благо обитателям всех планет и наделять могуществом полубогов, а также слонов, стоящих на горе Лока-Алока, Господь Сам пребывает на вершине этой горы в Своем вечном духовном теле, которое не подвластно гунам материальной природы. Находясь в обществе Вишваксены и других Своих воплощений и приближенных, Господь являет все Свои достояния и совершенства, такие как религия и знания, а также мистические способности Аниму, Лакхему, Маххему и прочие. В Своих четырех руках Он держит разные виды оружия и выглядит неотразимо прекрасным. Многообразные экспансии Верховной Личности Бога, в том числе Нарайана и Вишну, держат различные виды оружия, которые делают их еще более красивыми и привлекательными. Господь принимает эти облики, чтобы поддерживать жизнь на всех планетах, созданных Его же энергией Йога-Майи. О царь, по другую сторону Лока-Алоки находится земля, называемая Алока-Варша. Ее ширина 125 миллионов Йоджин или 1 миллиард 625 миллионов километров равна радиусу территории, расположенной с внутренней стороны горы. А еще дальше за Алока-Варшей находится область, куда попадают те, кто ищет освобождение из плена материального мира. Эта область совершенно чиста и свободна от влияния гунн природы. Через нее Господь Кришна провел Арджуну, когда они отправились в поход, чтобы вернуть сыновей Брахмана. Если смотреть по вертикали, Солнце расположено в середине Вселенной, в области между Пхурлокой и Пхуварлокой, которая называется Антарикшей, космическим пространством. Расстояние от Солнца до края Вселенной 25 Коти Йоджа, 3 миллиарда 250 тысяч километров. Бога Солнца называют Вайраджей, совокупным материальным телом всех живых существ. Во время сотворения мира он вошел в безжизненное яйцо Вселенной, поэтому его еще называют Мартандой. Кроме того, он известен под именем Хирания Гарбха, так как получил свое материальное тело от Хирания Гарбхи, Господа Брахмы. О, царь, Бог Солнца и само Солнце делят пространство Вселенной на стороны света. Только благодаря тому, что светит Солнце, мы можем понять, что такое небо, что представляют собой высшие, средние и низшие планеты, какие миры уготованы тем, кто ищет материальных удовольствий, какие тем, кто стремится к освобождению, а какие относятся к подземным и адским. Жизнь всех существ, полубогов, людей, животных, птиц, насекомых, присмыкающихся, растений и прочих, зависит от тепла и света, исходящих от солнечного шара, по воле Бога Солнца. Именно благодаря Солнцу все живые существа обладают способностью видеть, поэтому его называют Дрик-Ишварой, божеством зрения. Глава 21. Движение Солнца Шукадева Госвами сказал, «Итак, о царь, я назвал диаметр этой вселенной 50 коти-йоджин или 6 миллиардов 500 миллионов километров в длину и ширину и в общих чертах описал ее устройство. Эти сведения исходят от великих мудрецов, знатоков ветв. Пшеничное зерно состоит из двух половин и, зная размеры нижней его части, можно без труда определить размеры верхней. Подобно этому, опытные астрономы говорят, что если нам известны размеры нижней части вселенной, мы можем определить и размеры верхней ее части. Пространство между средними и райскими планетами называется Антарикшей, космическим пространством. Там верхняя часть земного царства граничит с нижней частью райского. В середине этого космического пространства Антарикшей сияет великое и могущественное солнце, царь всех светил. Оно дает тепло и свет всем небесным телам, начиная с луны. Своими лучами оно согревает вселенную и поддерживает в ней жизнь. Кроме того, солнечный свет дарует всем живым существам способность видеть. Когда солнце, подчиняясь верховной личности Бога, движется в северном полушарии или в южном или пересекает экватор, его движение называется соответственно медленным, быстрым или умеренным. В зависимости от перемещений солнца, когда оно поднимается над экватором, опускается ниже, либо пересекает его и проходит при этом через разные знаки зодиака, начиная с макары козерога, продолжительность дня и ночи меняется. День становится длиннее ночи, короче или равен ей. Когда солнце проходит через мешу овен и тулу весы, день равен ночи. Когда оно проходит через пять знаков, начиная с ври шапхи тельца, продолжительность дня сначала возрастает, пока солнце не войдет в знак рака, а затем постепенно, примерно на полчаса в месяц уменьшается, пока день опять не станет равным ночи, когда солнце находится в весах. Когда солнце проходит через пять знаков, начиная с вришечки, скорпиона, продолжительность дня сначала уменьшается, пока солнце не войдет в знак козерога, а затем с каждым месяцем постепенно увеличивается, пока день снова не станет равным ночи, когда солнце находится в овне. Пока солнце движется в северном полушарии, продолжительность дня увеличивается, а продолжительность ночи увеличивается, пока оно движется в южном полушарии. Шукадева Госвами продолжал, «О царь, как я уже говорил, мудрецы сообщают, что солнце проходит вдоль вершины кольцеобразной горы Монасаттара, описывая окружность длиной девяносто пять миллионов сто тысяч йоджин, один миллиард двести тридцать шесть миллионов триста тысяч километров». На Монасаттаре к востоку от Сумеру находится город Деватхани, обитель царя Индры. Точно так же к югу от Сумеру находится город Самьямани, обитель Ямараджи, к западу обитель Варуны, Немлачани, а к северу Випхавари, обитель Бога Луны. В каждом из этих царств восход и заход Солнца полдень и полночь наступают в строго определенное время, побуждая всех обитателей тех мест приступать к своим делам, а также прерывать их. Тем, кто обитает на горе Сумеру, всегда очень тепло, как в полдень, потому что Солнце всегда находится у них над головой. Обычно Солнце движется против часовой стрелки навстречу зодиакальным созвездием, так что Сумеру остается слева от него, но иногда под порывами ветра Дакшиноварта оно меняет свой курс и движется по часовой стрелке, тогда гора оказывается справа от него. Когда Солнце восходит с одной стороны Сумеру, то с другой стороны в точке диаметрально противоположной точке восхода можно наблюдать его закат, а когда с одной стороны Солнце достигает зенита, то с другой стороны в диаметрально противоположной точке наступает полночь. Если жители областей, расположенных по одну сторону Сумеру, наблюдают закат, то по другую сторону горы в диаметрально противоположной точке закат разумеется не виден. Перемещаясь от Деватхани обители Индры до Самьямани обители Ямараджи Солнце проходит расстояние в 23 миллиона 775 тысяч хьоджин 309 миллионов 75 тысяч километров за 15 кхатик 6 часов. От города Ямараджи Солнце движется к Немлачане обители Варуны оттуда к Вепхавари обители бога Луны а потом опять к городу Индры. Подобным же образом Луна и другие звезды и планеты восходят в небе а потом заходят и снова становятся невидимыми. Так колесница бога Солнца которому выражают почтение словами Ом Пхур Пхувах Свах за что он носит имя Троимая объезжает эти четыре города со скоростью 3 миллиона 400 тысяч 800 йоджин 44 миллиона 210 тысяч 400 километров в Мухурту. У этой колесницы всего одно колесо называемое Самвацарой. 12 месяцев это 12 спиц этого колеса. Шесть времен года это шесть частей его опыта, а три периода четурмасьи составляют его ступицу. Один конец его оси опирается на вершину сумеру, а другой, на котором закреплено само колесо на гору Моносаттара. Это колесо постоянно движется по кольцеобразной Моносаттаре, подобно колесу маслобойной машины. Эта ось так же, как и в маслобойной машине, соединена с другой осью, которая короче ее в четыре раза. Ее длина 3 миллиона 937 тысяч пятьсот йоджин или 51 миллион 187 тысяч пятьсот километров. Верхний конец второй оси веревкой ветра привязан к Тхуварлоке. Длина колесницы, на которой путешествует бог солнца 3 миллиона 600 тысяч йоджин 46 миллионов 800 тысяч километров, а ширина в четыре раза меньше 900 тысяч йоджин 11 миллионов 700 тысяч километров. Имена лошадей, везущих колесницу, соответствуют названием семи ведических стихотворных размеров, Гайетри и других, а возничего зовут Аруна Девой. Он запрягает лошадей в упряжь, ширина которой тоже 900 тысяч йоджин. Аруна Дева сидит впереди бога солнца и правит лошадьми, но смотрит он при этом назад, на бога солнца. Перед богом солнца всегда стоят 60 тысяч великих мудрецов Валакхилию, каждый из которых ростом с большой палец и славит его в изысканных молитвах. А еще 14 спутников бога солнца из числа мудрецов гандхарвов, абсар, нагов, якшей, ракшасов и полубогов, разбившись подвое, непрестанно совершают обряды поклонения верховному господу в образе великого полубога Сурья-девы, у которого множество имен. Каждый месяц они обращаются к нему под новым именем. О, царь Парикшит, совершая оборот по своей орбите, пролегающей через Пхумандалу, солнце проходит расстояние в 95 миллионов 100 тысяч йоджин, 1 миллиард 236 миллионов 300 тысяч километров, со скоростью 2000 йоджин и 2 кроши в Кшан. Субтитры создавал DimaTorzok